Следующий раздел наш называется «Видение, образный язык Бога», страница 17. Как мы уже сказали, видения буквальные, в буквальном смысле все подразумевается, а сны более символичны. Все равно, видения нуждаются в некотором толковании. У Петра было видение такое четкое, ясное и глубокое, но все равно ему нужна была помощь в том, чтобы понять, что это значит. И не сразу Петр понял свое видение. Поэтому видения могут быть в любое время. Более того, видения могут быть во время поклонения, прославления. Будь то такое корпоративное поклонение, либо личное поклонение. У вас может быть видение во время молитвы, во время размышления, и иногда даже, когда вы вообще этого не ожидаете, либо вы даже можете быть где-то в магазине, и Бог вам покажет что-то. Поэтому видения могут быть в любое время. Поэтому, как я сказал, видение оказывает такое эмоциональное и духовное влияние, чего не могут сделать сны. Можно сказать, видение, Бог вам так записывает очень четко, ясно на вашем разуме. И когда у вас было видение, то вы снова будете его переживать, снова и снова, когда вы будете задумываться, размышлять об этом видении. Сны вы забываете или забыть можете, но видение вы никогда не забудете. Поэтому видения могут быть явлены различными способами. Видения могут быть, как какие-то образы, картины, очень яркие, которые в вашем разуме появляются. Либо такая целая серия картинок, как в комиксах или в мультфильме. Внутри вашего разума, в вашем уме. Либо же видео перед вами какое-то идет, и это все в вашем разуме. Либо же какую-то очень яркую, живописную картину, образ видим. Либо же у нас может быть то, что называется открытое видение. То, что вы видите именно вашими физическими глазами. Не просто в вашем разуме, но также это можно сказать, с физическими глазами вы видите события, происходящие ли это там. Буквально на течение пару секунд вы видите что-то, какое-то событие перед вами проходит. Либо видение вас берут, и какое-то другое место перемещают, и вы что-то другое переживаете, и тоже видите. Как в Новом Завете были люди, которые говорили, «Был я вознесен в Духе». Вероятно, это есть видение. Когда они чувствовали, что как будто они в другом вообще месте находятся. И одно видение, которое у меня было очень такое яркое. Я уехал на такой свой личный ретрит в время промождения с Богом. Я был сам, и я, получается, в пикапе своем там уединился. И в одну ночь я заснул. И потом вдруг я стою, вижу, что я стою снаружи своего пикапа. Я вижу свой пикап. Я вижу других людей, там другие люди тоже рядом отдыхают. И перед собой вижу реку. Также вижу горы. Также вижу, что я сплю еще там в пикапе. И я не понял, что вообще происходит. Ну вот я сплю, а вот я стою. Что такое? И это было так реально, как в настоящей жизни происходит. И смотрю я на небо, и вот там облака очень быстро так протекают по небу. И затем в этих облаках начинается такой ханек, или свет светить. И эти облака расступаются. И яркий луч света из этих облаков начат светить. И можно сказать, что облака расступились в форме двери. Появилась такая дверь. И очень такой яркий свет выходил из этой двери, образные как дырки. И я говорю, Иисус возвращается. Я ожидал, что еще должна труба там затрубить. И вот я думаю, надеюсь, сейчас мы с моей семьей встречусь где-то там на облаках или в воздухе. Это было настолько реально. И затем внезапно начинаются такие, складываются ступенечки от этой двери и к моим ногам. И затем я вижу образ такой, который стоит, находится в этой проеме двери. Который покрыт этим сверкающим ярким светом. И слава от него исходила. И я знал, понял, что это Иисус. И такое сердцебиение у меня участилось. И Иисус начал спускаться по ступенькам. И по мере того, как Он начал спускаться с неба вниз, то этот свет начал угасать, угасать. И чем ближе Он подходил ко мне, и подошел ко мне, то меньше уже света было. И затем Его тело начало высыхать и уменьшаться в размере. И Он стал таким бледным, лицо Его бледное. И Он стал таким слабым, немощным, худеньким. И Он спустился до последней ступеньки вниз, и потом ложится на полу, на земле, там на траве прямо лег и спит. И потом Он так поднимает голову на меня, этими такими слабыми глазами и печальными глазами, смотрит на меня. И затем снова я вижу себя, как я в своем пикапе. Поэтому это меня так возмутило, зацепило, я просыпаюсь, спрашиваю, Бог, что это такое, что это значит? И Он говорит, слишком много моих людей относятся ко мне, как будто я такой слабый, такой слабенький, худощавый и беспомощный. И они не доверяют мне, потому что они верят, что я могу для них сделать что-то. Я хочу, чтобы ты верил, что я Бог славы, которого ты увидел в верном проеме. И чтобы ты был исполнен силой, мощью, сиянием и славой. И доверяй, что я буду таким Богом для тебя, таким Иисусом для тебя. Вот это было видение. Никогда его не забуду. Я чувствовал, что я там и находился, в том месте. Я это испытал. И видения настолько реальны в жизни. И так же видения могут быть приняты в таком медитативном состоянии или трансе. Еще как Библия говорит, Деяние 11.5 В городе Иопии Петр молился и в иступлении видел видение. Иступление, транс, это состояние, когда вы неподвижны. Когда можно сказать, Бог полностью все ваши физические способности захватывает, будет под контроль. И всякий раз, когда говорится в Библии о трансе, об иступлении, так же это сопрождается видением. Транс с той целью для того, чтобы потом передать видение. Я знаю, что вы получаете Дейстар телевизионным в Украине. Вы не знаете? Не знаю, что вы не знаете Дейстар? Да, они не знают, что они не знают. Возвращаясь к этому. Возвращаясь к Северу, в сознании, mind is overridden for divine purposes in a visionary state number two there b2 you see it still on the same page in a visionary state the conscious mind and the body is overridden by divine purposes it's a time where God wants to reveal the deep things of his spirit first Enoch 71 Enoch is an intertestamental work Enoch what is it is it non-canonical non-canonical there is a reference to a vision when one became one spirit became transformed so in a vision things seem to be real and a person loses focus of the natural things around them but even as real as visions are they should be tested much like every prophetic word should be tested you remember when Gabriel appeared to Mary he gave her a sure sign to confirm that he was from God so we know that four things that a vision from God will do a vision from God will always be in line with the scriptures a vision from God will always be in line with the scriptures in fact any dream any revelation from a dream will always be in line with the scriptures so don't think that God has given to you revelation that's different from the word dreams and visions will conform to God's principles and his nature but visions will also inspire awe and reverence for God we are amazed that God would reveal himself in such a way to us and a vision should also promote passion and obedience to Jesus I've experienced Jesus in a vision or a dream and so I want to honor him I want to do what he says I want to hear him more there were major decisions made by individuals because of dreams and visions and Paul's conversion was actually a vision it was associated with a bright light and he heard a voice it's good to hear a voice and sometimes God will speak to us even when he shows us pictures and as we already said Peter received revelation that the gospel was for both Jews and Gentiles and again as we already said that John received the revelation for the whole book of Revelation we can have visions in two different ways we can have an internal vision which is inside of us or an external vision internal visions are seen within our mind's eye внутреннее видение внутреннее видение когда мы видим глазами нашего разума again they can happen when we're awake or when we're asleep и снова оно может происходить либо когда мы бодрствуем либо когда мы спим we can have a vision inside of a dream и также иногда бывает такое нам снится сон а во сне мы видим видение у Новохадоносора был сон и затем во сне начинается видение о том что приходит к нему посол поэтому то что сказал тот посол тот человек нужно было воспринять буквально а все остальные элементы в том сне были символичны это можно сказать это следующий уровень снов который есть в Писании и заметьте то что сделал Данил когда у него был сон либо видение в Даниле 7.1 в первый год Валтасара царя Вавилонского Данил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем на ложе своем тогда он записал этот сон Даниила и Иосифа называют толкователями снов но они не всегда но они не сразу понимали значение своих снов поэтому им было сказано запиши изучи спроси у Бога ответ поэтому то же самое и у нас толкование принадлежит к Богу мы можем научить вас как понимать некоторый символический язык но даже если это вы будете уже знать все равно вам понадобится помощь Духа Святого поэтому как Данил так и Иосиф у них были сны они потом записывали эти сны потом они просили истолкование что это значит поэтому мы хотим вас поощрить к тому чтобы вы начали записывать свои сны кто из вас уже так делает записывайте настолько насколько это возможно сразу же записывайте попросите Бога чтобы Он вас пробуждал сразу же после сна и будьте добры к вашему супругу используйте фонарик но записывайте сразу же давайте снова посмотрим что и Ев говорит в четвертой главе среди размышлений о ночных видениях когда сон находит на людей объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои и Дух прошел надо мной дыбом стали волосы на мне он говорит о сне и о видении и он говорит что сон он не понял что там говорится плюс кроме того видения которое было такое же живое что страх и трепет на него напал и мы хотим помочь вам понимать что Бог говорит для того чтобы вы сами не запутывались в сфере снов и видений и бывают видения внешние видения когда мы бодрствуем можно сказать у нас бывает переживание открытого неба как в Писании говорит Эзекииле было такое переживание открытого неба у Исаии и у Якова они увидели отверстие небеса и видения Божия вы знакомы со всеми этими примерами из Писания Исаия сказал в шестой главе год смерти царя Узри видел я Господа сидящего на престоле и кроме того когда Иоанна был такое же переживание Иоанн также увидел Господа сидящего на престоле поэтому благая весть такая что Бог сидел на троне во времена Исаии и также сидел на троне во времена Иоанна и помните Стефан тоже видел Господа сидящего на троне также у него было переживание открытых небес и он видел небеса и увидел что он видел и можно научиться чему-то взять какой-то урок потому что не все по достоинству оценили то что он увидел так же самое как есть подходящее время для пророческого слова так же есть подходящее время для видений для того чтобы рассказать что было видение как же у нас есть способность видеть открытые небеса а также есть способность видеть духовную реальность которая на нашем уровне находится кто верит в то что есть сейчас духовная реальность которая параллельна с нашей физической реальностью в этом месте что вместе с нами есть ангелы в этой комнате и духовная деятельность духовная работа и духовная атмосфера и как в Библии также есть такие примеры что были люди видящие эту параллельную духовную реальность и помните историю с Элисеем когда царь Амана хотел его убить и он хотел убить Элисея поскольку Элисея мог разоблачить планы Амманитян и потому царь посылает целое войско чтобы достать одного человека и поэтому его дружина в часу и вышел чтобы получить и поэтому слуга этого Элисея поднимается выходит на двор забрать свою газету свеженькую и видит тут вокруг его дома армия такая собралась и он вбегает слуга обратно в дом а там Элисея сидит кушает мюсли утром завтракает и он кричит Элисея Элисея там армия пришла хотят нас прикончить и Элисея и Элисея сидит кушает завтракает и он не это сильно напугало поскольку он видел параллельную духовную реальность и он видел что там Божья армия окружала армию Омана и он попросил Господа чтобы Господь открыл его слуге глаза для того чтобы этот слух тоже мог увидеть что больше те которые за нас чем те которые против нас кто из вас хочет чтобы Бог ваши глаза открыл чтобы мы никогда не ходили в страхе но знали что больше за нас чем против нас и что ангелы окружают нас и что мы защищены и мы can have confidence и что у нас может быть уверенность it was the same way with Jacob when he saw when he knew Esau was coming after him the scripture says that the Lord opened his eyes and allow him to see the angels of the Lord and that's when Jacob said this is Mahanaim Jacob said this is Mahanaim what it means it means two camps like two camps and the idea is Jacob's camp and then God's camp around Jacob I want to walk in that kind of confidence but also visions enable us to look into the realm of the future Daniel saw visions of the future even with open eyes we believe we're living in days where God wants to reveal to us what is what is in our future how many of you recognize we're living in uncertain times and yet that God wants us to be aware of certain things we believe he's beginning to unlock mysteries that have been hidden in the scripture but we also believe he's beginning to warn us of things that are yet to come many of the prophets in America are seeing destruction that's going to come to American cities God's preparing his people we've been instructed to have a 30 day supply of staple goods God's giving visions of water supplies being tainted he's giving visions of certain port cities being totally destroyed why would God do that to prepare his people for what's coming and so God will give us visions about future things let me give you some tips to help you understand and remember your visions first of all visions are imprinted on our spirit and our memory John Paul Jackson who is our apostolic covering and the writer of this material says he doesn't know anyone who has forgotten a vision from the Lord but even so we're instructed to write them down remember the Bible said Daniel wrote down his dreams and visions we're also we also want to encourage you to even draw them out in picture form especially dreams because they're a lot harder to remember but sometimes if you'll just draw them out in a picture you'll remember things that you'd forgotten but we should also pray and ask God to help us remember our dreams how many of you wake up in the morning and you immediately forgot the dream that you were in so we want to ask the Holy Spirit to help us remember the dream we want to give you ways that might help you remember the dreams as well and so with all of our dreams and visions we ask the Holy Spirit to reveal to us the answers we should pray God I want to know what you're saying what is it that you're revealing to me and so we think on God and meditate on his ways and then we study the scriptures because as we learn God's language we'll learn to understand what he's showing us in our dreams the parables in the New Testament are symbolic are they not and the disciples often times didn't understand immediately what Jesus was saying but he said he who has ears to hear and eyes to see will see and understand so we ask God to train us to hear and understand we study the dreams and visions in scripture and we discover how God revealed through his metaphorical language in scripture many of the prophets God would say what do you see and Jeremiah said I see an olive branch it's almond 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 branch Zechariah what do you see and God would show them something but there'd be symbolic meaning behind it so he's communicating the same way to you and me and we want to learn what is meant with his symbolic and metaphorical language and we want to learn what is meant with his symbolic and metaphorical language and metaphorical language okay God will give us visions to provoke us to number one think about him to learn about him to learn about him and to seek intimacy and a deeper relationship with him in other words God doesn't just give us dreams just to give us information he gives us dreams in such a way that in order for us to know what he's saying we have to spend time with him so in the journey of learning what he has said we become intimate with him we become intimate with him because God's more concerned about the relationship than he is about the information he wants us to develop a deep relationship with him and so as we wrestle with the meaning of a dream we develop in our intimacy with the Lord we develop in our intimacy with the Lord now we want you to do an activity и мы хотим для вас такое упражнение сделать on page 23 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 24 23 23 24 23 23 24 25 25 Субтитры сделал DimaTorzok